Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, с какими трудностями встречается иммигрант, впервые прибывший на постоянное место жительства в Англию. Я составила 10 пунктов того, с чем пришлось столкнуться мне. Возможно, у кого-то были другие ощущения. Эта информация может пригодиться иммигрантам, вновь прибывшим на постоянное место жительства в Великобританию. Итак, вы прибыли в Великобританию, и вам предстоит приобщиться к новым правилам, к новой культуре, к новому обществу. Как это сделать с наименьшими потерями, я рассказываю сегодня. Первонаперво, с чем сталкивается абсолютно каждый иммигрант, это чужой язык. Даже несмотря на то, что вы отлично знаете английский язык, понять англичанина не так-то просто. Он что-то мычит, глотает словосочетания, бекает, мекает, и ты так подозреваешь, что он вроде бы что-то вот это сказал, а на самом деле он сказал другое слово. Когда пытаешься сложить это всё в одно предложение, ты понимаешь, что он совсем не то сказал, что ты себе перевёл. Я когда приехала в Англию, я же приехала учить английский язык, поэтому я очень плохо знала английский, и всегда говорила I don't understand, I don't know, бла-бла. А позже уже я привыкла переспрашивать, если что-то не поняла, и как-то пытаться на ощупь определить, что человек имел в виду. В общем, с языком, конечно, огромные проблемы. Не только у тех, кто его вообще не знает или знал a little bit, как я, но и у тех, кто знает язык отлично, но абсолютно не может понять английскую речь. Кроме того, вторым шоком для меня явилась еда. Все основные продукты отличаются по вкусу от наших продуктов, пахнут по-другому, готовить их приходится немножечко по-другому. Поэтому для меня, допустим, картошка явилась очень интересным продуктом абсолютно другого качества и другой структуры, что ли, по вкусу. Но в Англии я перестала есть картошку, видимо, не ту я покупала. Чуть-чуть подороже, если покупать, то она, конечно, похожа на нашу. Очень много, ну, такого постного было, не такого сладкого, не такого жирного, не такого копченого. И тебе приходится менять свои вкусовые рецепторы и как-то подстраиваться под то, что у тебя есть. И пытаться насытиться и насладиться тем, что ты ешь. Другие продукты в Англии, поэтому тоже к этому пришлось какое-то время привыкать. Кстати, потом, когда я вернулась в Россию, мне пришлось опять перестраивать свои вкусовые рецепторы на нашу русскую еду. И заново привыкать к таким продуктам, которые продаются у нас. Естественно, когда вы едете в эмиграцию, вам приходится делать новые документы. Это и регистрация в налоговой, и регистрация в полиции, и какие-то контракты, будь то работа или съем жилья. О многих таких документах, которые приходится делать, я уже рассказывала в общем, смотрите в этом ролике, кто не видел. А в частности, о каждом документе я буду рассказывать чуть-чуть попозже. Также большим напрягом является обустройство своего дома, своего быта. Это примерно как переезд в другую квартиру. Ты понимаешь, что тебе не хватает ящика, полки, какого-то тазика или порошка, или еще чего-то. И ты практически каждый день бегаешь в магазин, а также устанавливаешь какие-то новые программы на свой компьютер. В общем, очень много всяких таких бытовых моментов, которые в принципе происходят при любом переезде. Даже в другую квартиру надо обустроить свой быт. И это тоже как-то напрягает. И ну как бы не то, что негатив накапливается, усталость, наверное, какая-то накапливается. И уже через какой-то период времени человек устает и думает, зачем я сюда приехал, да что я тут делаю, да вообще зачем мне это нужно. И начинается следующий пункт. Это тоска по родине, тоска по друзьям. У человека начинает ныть его нутро. Он думает, что я здесь не приживусь, здесь другие традиции, культура. Все так необычно, все так по-другому. И просто с этим надо немножечко смириться, подождать какой-то период времени. Через полгодика-год вы уже начнёте ориентироваться. И начнёте уже как-то ощущать себя частью английского британского общества. И вот я говорила про традиции. Это один из следующих моих пунктов. Традиции, культура. Да, надо приспосабливаться. Есть некие такие негласные правила, как, например, очередь. Про это я тоже буду рассказывать. Очередь в Англии — это святое. В очереди надо стоять и молчать. Никто не имеет права никого там поторопить и что-то там такое плохое сказать. Есть свои такие культурные заморочки. А также про сообщество соседей я уж молчу. Как они за всеми наблюдают и следят за ситуацией вокруг своего household. То есть своего сообщества, своего дома. Кроме того, в первые месяцы жизни, скорее всего, у вас не будет друзей. Ну, если вы не едете куда-то к своим родственникам, друзьям. То есть не будет людей, с которыми можно будет просто так пообщаться, обсудить, как мы это все любим, приходить в гости и обсуждать какие-то наши бытовые дела, заботы, сплетни. Образно говоря, русский человек без друзей, без того, чтобы выговориться, существовать не может. Там это не принято обсуждать в обществе свои какие-то проблемы и бытовуху. Поэтому найти такого человека, с кем можно наговориться вдоволь и наобщаться, очень сложно. Кстати, о том, как искать русскоязычные друзей, я вам скоро расскажу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Следующим немаловажным пунктом является одежда. То, как мы привыкли одеваться в России, абсолютно не соответствует тому, как одеваются в Англии. Поэтому, если вы, нарядившись на работу, в строгий деловой костюм, накрасившись в полной боевой готовности, выходите на вот таких вот шпильках, ну, это то, что касается женщин. Мужчины тоже у нас привыкли за собой следить и быть аккуратными, ухоженными и наглаженными. Там такого вообще не существует. Рубашки, ну, если только гладят, только какие-то топ-менеджеры. Все англичане ходят на работу в casual style, то есть в повседневной такой одежде. Ну, в основном. Я не говорю про какие-то офисы, где работают там финансисты, какие-то такие крупные рыбки, обычные такие люди. Все ходят в каком-нибудь худи, в балахонии. В чем по дому ходят, в том и на работу. Ну, это вот такое мнение сложилось. Я не была в офисах, может быть, где-то у кого-то есть, конечно, свой корпоративный стиль. И там должны приходить в определенной одежде. Но в основном, допустим, в моем университете все ходили в том, в чем они ходят гулять с собакой. Я такого, конечно, себе не позволяла, поэтому надо мной все прикалывались и говорили, ты куда-то на вечеринку опять идешь какую-то или у тебя свидание. Ну, потому что я одевалась так, как одеваются все русские. Ухоженно, отглаженно. Ну, и пыталась как-то стильненько принарядиться. После первого года в университете мои каблуки полетели в дальний угол. Красивые деловые платья повисли на вешалках в шкафу. И я снова стала ходить в джинсах и в свитерах заниматься в университете. То есть, для того, чтобы не было каких-то глупых вопросов, куда ты сегодня идешь, почему ты такая нарядная, мне пришлось просто превратиться в серую мышку, не выделяясь из толпы. Очень сложно в первое время ориентироваться в городе, если это Лондон. Ну, наверное, в маленьких городках такой проблемы не будет существовать. Там две параллельные, две перпендикулярные улицы. Выучить маленький город очень просто. Но в Лондоне, конечно, если тебе надо проехать с одной стороны города на другую сторону города и там найти какой-то адрес, это очень сложно, потому что чаще всего вывесок «какая это улица» и «какой это дом» не существует. Очень редко можно найти название улицы. И все ориентируются по посткодам. Посткод — это индекс. Так как я приехала в 2011 году, GPS еще не так хорошо работал, как сейчас. И я пару раз заблудилась. То есть в поисках какого-то адреса ты просто не можешь найти, тебе приходится спрашивать. А люди, конечно, как всегда, не знают, где это находится. В общем, с адресами там проблема. Поэтому продумывать и прокладывать маршрут надо заранее, благо сейчас существует GPS. И, в принципе, GPS тебя и доведет до той точки, куда тебе надо. Но даже на той точке можно не найти того адреса, который вы ищете. Очень интересные такие абсолютно другие фишки или какие-то моменты существуют в жизни в Англии, с которыми у нас, в принципе, никто не сталкивается. Ну, может быть, иностранцы, разве что. В общем, то, к чему мы привыкли в России, абсолютно не работает в Англии. И то, как происходит в Англии, наверняка не работает в России. Ну и самый последний пункт, про который я хочу сказать. Всегда, когда русский человек приезжает в Англию, хочется прямо начать и идти копать, копать, копать куда-то там, добиваться каких-то высот. Такого у них не принято. Надо долго и упорно работать там или учиться на одном месте, чтобы как-то подняться вверх. Очень долгий и упорный труд ведёт к следующей ступени по вашей карьерной лестнице. Поэтому, если у вас ещё нету британского гражданства, то будьте готовы, работать придётся очень долго, нудно. И, конечно, мы все всегда хотим, чтобы всё сразу и всерьёз и надолго. Нет, такое в Англии не прокатывает. Значит, надо отработать свой положенный период времени, чтобы подняться куда-то дальше. А после того, как вы получите британское гражданство, обычно сразу происходит такой значительный скачок вверх, потому что вы уже гражданин Великобритании, и вы уже можете претендовать на другую зарплату, на другую должность и так далее и тому подобное. То есть, всё-таки, будучи иммигрантом, иностранцем в чужой стране, у вас, как и везде, намного меньше возможностей подняться куда-то вверх. Но, тем не менее, не унывайте, раз уж вы приехали в Англию на постоянное место жительства, вы рано или поздно добьётесь того, ради чего вы приехали. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok